На горячую линию Одесса под контролем обратилась жительница дома номер 3 по улице Богдана Хмельницкого Белла Нижевская. Больше 30 лет их в ванную комнату затапливает соседка, проживающая этажом выше. Это происходит из-за давно прогнивших водосточных труб, менять которые та не спешит. Всю жизнь она нас заливает. То есть уже мы жили много лет без потолка, вообще до щебенки. У нее сейчас, ну там вообще никаких ремонтов не делается, никаких, там в жутком состоянии находится квартира. Неоднократно Белла Михайловна просила соседку устранить течь и даже предлагала сделать это за свой счет. Но по непонятным причинам та отказывается впускать кого-либо в квартиру. Это абсолютно непробиваемый момент. Она не откликается на добро. Я ей сказала, мы все сделаем. Мы обратились в ЖЭК. ЖЭК поможет. Мы сами поможем. Мы все сделаем. Тебе только нужно открыть двери и пустить людей, потому что весь с 4 по 1 будет залит. Потому что сейчас там абсолютная дырка, начиная прямо от ее, у нее пол, который лет 40 уже не ремонтировался. И этот душ идет все это на пол. Там все прогнило. При очередном обходе директор ЖКСа Хмельницкого Валерий Урывко снова попытался помочь Белле Михайловне. На сегодняшний день силами ЖКСа мы, конечно, сделали незаконный метод. Отключили людям воду, но нижних людей тоже жалко. Поэтому, чтобы включить на сегодняшний день на верхнем этаже воду, надо поменять канализацию. Это по моим предположениям. Но попасть мы туда не можем. Женщина, мы готовы сделать замену всех коммуникаций в их квартире на верхнем этаже. Сделать стяжку. Ну, что там у нее еще есть, не знаю. Если есть возможность вам помочь нам, то я вас приглашаю наверх. Пообщаться с непробиваемой соседкой, к сожалению, не вышло и в этот раз. Она не открыла дверь. Женщина постоянно пишет жалобы в горосполком, в администрации об отсутствии воды. Мы готовы ей включить воду, но только после того, как мы зайдем вовнутрь и устраним все неполадки, что у нее имеются. Хорошо. Какие ваши действия вообще в дальнейшем? Ну, в дальнейшем подготовили исковые заявления в суд. Поэтому попытаемся через суд и с помощью милиции все-таки попасть силовым методом. Ну, я думаю, до этого все-таки не дойдет. Вместе с нашими активистами Одесса под контролем следит за развитием событий. Почти четыре недели назад на Степовой 24 в квартире героини нескольких наших сюжетов Миланьи Коваль побывала комиссия. Представители Малиновской райадминистрации и коммунальщики пообещали наконец-то отремонтировать потолок, который последние годы представлял угрозу для жизни. Ветеран Второй мировой войны много лет жила в страхе однажды оказаться под завалом. В тот же день рабочие коммунального сервиса «Хмельницкий» сняли старый потолок и приступили к ремонту. Правда, энтузиазма хватило ненадолго. Они пришли, пару дней поработали, и больше их никто не видал. Чердак открытый, все открыто. Заходи, выходи. Ключи мы ставили от квартиры. Даже строительный мусор рабочие вначале не хотели убирать. Думали, этим займется 93-летняя хозяйка квартиры. Сильно сомневается Валентин Николаевич и в качестве выполняемых работ. «Балка, по-моему, старая стоит вон около этого. Там же видно, что ее даже не двигали. Три новые балки поставили, и три недели полностью разгромлена квартира». Большие опасения вызывают у сына Мелании Васильевны состояние крыши. Комиссия постановила, что крыша в порядке. Но из комнаты невооруженным глазом видны гнилые куски балок. Наспех сделанные подпорки и приличные щели, пропускающие солнечный свет. Если в дождь крыша снова начнет протекать, новый потолок быстро придет в негодность. К тому же ремонт делают только в одной комнате, хотя в остальных состоянии потолка не лучше. Раадминистрация вынесла постановление заменить чердачное перекрытие площадью 41 квадратный метр, что явно больше одной комнаты. За ответами на возникшие вопросы Валентин Коварь вместе с корреспондентом Одессы под контролем отправился на прием к директору ЖКС «Хмельницкий» Валерию Урывко. Нет никого. Уже три недели никого нет. Ну как-то нет. Там осталось вам подцепить гипсо-картон, так? Наверх. А это картон сделаем. Я знаю, сделаем. Сделаем. А сейчас пока гипсо-картон... Я думаю, с понедельника надо сделать. Гипсо-картон завязан был. Три недели назад. Я знаю. Они его испортили, так? И кроме того, там одна балка, вот та, что была огнилая, они ее просто подвинули к стенке. И те, которые были хорошие, они ее поменяли. А вот гнилую, она же опять там рухнет. Вот мы сняли. Ну что, там не рухнет. Будет стоять. Будет? Конечно. А вы были? Конечно, было. А, ну тогда я вам верю. Я вам верю. Поверит Валерию Урывко и Одесса под контролем. Через неделю мы будем рады поздравить Миланью Коваль с окончанием ремонта. Если, конечно, слова директора ЖКС окажутся правдой. Как правильно составить жалобу на коммунальщиков? Первое. Составить акт претензию о неоказанных или некачественно оказанных услугах. На составление акта следует позвать представителя вашего ЖКС. Второе. Высов представителя нужно оформить письменно. Причем писать ЖКС следует не раньше, чем за два дня до составления акта. Третье. Если сотрудник не явился на составление акта, это проблема коммунальщиков. Для легитимности документа достаточно подписи трех жильцов дома. Четвертое. В акте необходимо указать адрес дома, описать проблему и срок ее неустранения, и, разумеется, подписаться. Не забудьте поставить дату. Пятое. Акт составляется в двух экземплярах. Жильцы должны зарегистрировать акт претензию в своем ЖКС. На копии акта, который остается у жильцов, сотрудник ЖКС должен указать дату поступления акта. Свои, фамилию, имя, отчество и должность, а также поставить печать. Шестое. Если вам отказывают в приеме акта, отправляйте его рекомендованным письмом по почте с обязательным оформлением описи вложенных документов и уведомлением о вручении вашего письма адресату. Седьмое. Акт должен быть рассмотрен в течение месяца. Если ЖКС не дал письменного ответа на вашу жалобу через месяц, вы должны обращаться в вышестоящие инстанции. Также вы вправе обратиться в прокуратуру. Восьмое. Первым делом вам следует обращаться в районную администрацию. Именно она несет ответственность за действия коммунальных предприятий. Девятое. Если вы не добились успеха в районной администрации, обращайтесь в департамент городского хозяйства горсовета. Телефоны. 705-48-51 и 705-48-52. Десятое. Все жалобы необходимо оформлять письменно в двух экземплярах и оставлять у себя завизированную в ведомстве копию. Одиннадцатое. И последнее. В прохождении по всем инстанциям вам поможет горячая линия Одесса под контролем. Телефон 706-38-96. Субтитры создавал DimaTorzok